Александр Викторович создал хозяйство в 90-е годы. В начале это было КФХ, в 2007 году была реорганизация и из КФХ переименовались в Трио Агра. В 2019 году Александр Викторович сделал реконструкцию производственной базы и переквалифицировал хозяйство в семеноводческое. Александр Викторович официально зарегистрировал его и установил зерноочистительное оборудование. Но в 2021 году случилось горе в нашей семье и отец трагически погиб. Он попал в аварию. И почему я стою такой молодой перед вами здесь, в основном все на порядок старше, кто занимается сельским хозяйством. Мне пришлось перенимать опыт и вот два года я уже в сельском хозяйстве. Тут жена шутит из Газпрома в агрономы, потому что, честно говоря, опыта в ведении сельского хозяйства не было. Максимум мое соприкосновение было, это помогал отцу на уборке, работал штурвальным на комбайне. Далее связал свою судьбу в другой сфере. Но вернулся в село, вернулся и продолжил дело отца. Хочу сказать огромнейшее спасибо команде, которая осталась. Остались механизаторы, остались все кадры, никто не ушел. Единственное, оставался незакрытый вопрос по агроному, потому что Александр Викторович, мой отец, был замечательным агрономом по призванию, по образованию. И он сам вникал во все и бизнес-процессы, и в технологию, постоянно что-то изучал и приносил что-то новое. Не боялся экспериментировать. И, честно говоря, всегда, ну не всегда, но преимущественно риск был оправдан. С агрономом вопрос закрыли, потому что Махов Василий Федорович трудился с отцом рука об руку. Ну, Василий Федорович, наверное, больше 10 лет, сколько точно, я не помню уже. И он согласился помочь мне и продолжить работу уже со мной. Про знакомство. Извините, тема вступления немножко больная, поэтому волнуюсь. Александр Викторович Тутов в 2021 году, перед тем, как его не стало, решил, опять же, рискнуть, и он купил семена чечевицы красной. Это была суперэлита. Передо мной стоял выбор. Честно говоря, я ни с одной культурой близко не был знаком. И стоял выбор рискнуть пойти по его пути, как он планировал. Или же отказаться от этой культуры и ввести все в оборот иные яровые. Тот же самый ячмень, который, наверное, проще и всем знаком. Мой агроном тоже не был знаком с чечевицей. И спасибо ему, что он рискнул вместе со мной. И мы попробовали. Попробовали, ну а дальше расскажу, как. По чечевице мы занимаемся уже два года и собираемся заниматься третий год этой культурой. И не планируем бросать, в принципе, если увидим, будем продолжать видеть те же самые цифры, те же самые показатели. От гороха мы отказались полностью. По нуту, ну, честно говоря, у нас не было опыта. Единственное, что слышу от сельхозтоваропроизводителей, более рискованно и более затратно. Поэтому с нутом, вот, объективно сравнить не могу. Говорю то, с чем работали. Как предшественник чечевица, ну, опять же, так же, как и горох, обогащает почву азотом. И идеально предшественник для будущей озимой пшеницы. Ну, ячменя, да, наверное, тоже. Извините, сделайте скидку, не агроном. Два года в сельском хозяйстве, поэтому прошу прощения, если где-то ошибусь. Технология выращивания по чечевице. Ну, скажу, на своем опыте выгоднее на 50% по сравнению с горохом. Почему? Потому что мы не работаем инсектицидами и фунгицидами. С чем это может быть связано? С оригинатором тесно общаемся, дискутируем эту тему. Возможно, потому что не так много выращивают эту культуру. И скажу так, что в радиусе, может быть, ошибусь, но с уверенностью 90%, скажу, в радиусе 200 километров мы единственные, кто занимается чечевицей красной. Поэтому по вредителям, по болезням не сталкиваемся. Но тут нужно обратить внимание на соблюдение непосредственно выбора предшественника, соблюдение сего оборота. Чечевица сеется после колоссовых. После нее мы также высеваем колоссовые. И возвращаем чечевицу на то же поле через три года, не раньше. По засухоустойчивости. Ну, тут конкретный пример на базе Печенокопского района, там, где находится наше хозяйство. И я сравниваю с горохом. 2022 год. Горох в крупных хозяйствах, в мелких хозяйствах. Но скажу так, и представители Печенокопского района здесь тоже присутствуют. Урожайность была от 40 до 45 центнеров. По цене экономика 2021 года по гороху была интересная. Если я не ошибаюсь, цены доходили 26 рублей, да, если не ошибаюсь. Ну, наверное, до 29 рублей. Чечевица в 2021 году дала урожайность, по нашему хозяйству, 19 центнеров в круг. И чем раньше мы посеяли, тем больше получили урожайность. Цена на чечевицу в 2021 году складывалась, я имею в виду, на товарную, там, не на семена, сейчас не трогаю семена. Складывалась от, ну, когда я начал реализацию где-то в октябре, от 40 рублей. И мы вышли на пик цены. Перед спецоперацией это было 60 рублей в НДС. Но она была уже сортированная, чистенькая и затарена в биг-баге. По 2022 году, опять же, сравнение с горохом. Горохи в нашем районе дали урожайность от 20 до 25 центнеров с гектара. Затраты выше, чем на чечевицу. Стоимость гороха, ну, на сегодня 16-17 рублей, наверное, если ошибаюсь, поправьте. Я не каждый день слежу за экономикой, это по данной культуре. По чечевице урожайность составила средняя 15. Лучшее поле, которое посеяли раньше, дало 17 центнеров, 15 и 14 по убыванию. Для себя сделали выводы, что все-таки будем сеять раньше эту культуру. Но главное не попасть под возвратные заморозки. Ну, собственно говоря, по урожайности чечевица в процентном соотношении провалилась меньше, чем горох. По ценовой политике, по реализации, ну, опять же, посчитать несложно, а получается выгоднее. Затраты меньше. По, опять же, экономике чечевицы, себестоимость семенного материала. Давайте возьмем элиту горох и норму высева. Ну, я скажу, наверное, от 270 до 300 килограмм норма высева. И элита... Честно, даже не покупал эти семена, но вижу, что РСК-1 стоит по 35 рублей. Ну, то есть... 70 рублей. Ну, вот хорошо тогда. На гектар у нас получается 21 тысяча ложится семян. Субсидия, если я не ошибаюсь, от государства на горох в районе 4 или 5 тысяч с гектара компенсация. Нету совсем. Нету. Я понял. Ну, по крайней мере, что видел в постановлении. Хорошо. Чечевица. Стоимость, ну, опять же, этого года цена упала на семенной материал. Мы тоже люди и понимаем прекрасно ситуацию, которая происходит на рынке. На сегодняшний день элиту мы реализуем, ну, скажем, если это небольшой объем, 100 рублей, ну, либо же 100 тысяч в НДС за тонну. Норма высева 100 килограмм. То есть 10 тысяч рублей на гектар. И, опять же, ну, я получаю субсидии на суперэлиту, когда высеваю. 3 тысячи 300 рублей компенсировало государство вот в 2022 году. А, опять же, по реализации. Ну, тут это не преимущество чечевица перед горохом там или иными бобовыми. Тут, наверное, больше сравниваем с пшеницей. Пошлыми не облагается, квотами тоже не облагается. Экспортируется данная культура преимущественно в дружественные страны. Это Дальний Восток, это Арабские Эмираты, Иран. По сорту, которым мы занимаемся, и мы изначально заключили договор, ну, еще отец заключил договор с оригинатором наворачивания, это наш сорт Ростовской области, конкретно Зерноград, ПКФ, Маяк, Донская, Краснозерная. Краткая характеристика сорта, представленная на слайде, он районирован по Северо-Кавказскому региону. Ну, и, собственно говоря, кто претендует на получение компенсации от государства в виде субсидий на высенные семена, то это Ростовская область, Краснодарский, Ставропольский край. Я верю, те, кто рядом к нам, и кто, в принципе, уже приобретали семена и знакомы более-менее с данной культурой. По другим регионам, скажу так, опыт есть, и были заказчики из Белгородской области, они остались довольны, в том году покупали семена. Сейчас потихонечку начинают пробовать Волгоградская область. Почему начинают пробовать, почему не распространен сорт? У них и Саратов рядом, и в Саратове хоть зеленая, хоть красная, там выбор чечевицы этих сортов достаточно обширен. Поэтому они пока сравнивают. Меня очень сильно удивили, скажем так, коллеги с Крыма, которые приобрели эти семена, и вот в 22-м году, если у нас была средняя урожайность 15, то у них 24. 24 я не получал пока что. Ну, есть к чему стремиться. Но, опять же, многое зависит от погоды. Технология технологии, но если погода не позволила, то на нее мы не повлияем. У нас нет орошаемых земель. Показатели по средней урожайности также представлены. То есть средняя урожайность в Ростовской области, правда, скажу, информация взята у оригинатора, это данная, если я не ошибаюсь, 2020 года. Но, тем не менее, средняя урожайность на 2020 год была 15,8 центнера, по максимальной урожайности 27,3. Да, не рекордсмен, но если считать экономику, то достаточно интересно. По технологии выращивания, опять же, экономика с горохом. У нас отсутствуют инсектицидные и фунгицидные обработки. Ну, говорю за свой опыт и говорю пока. Может быть, если рядом коллеги активно начнут сеять эту культуру, тогда столкнемся со сложностями. Но пока не было. За два года не было, и на третий год тоже не планируем. По крайней мере, препараты не покупали. Предпосевная культивация. Сев, химпрополка, уборка. Всё. Диссекацию, скажу честно, 2021 год чуть-чуть заросла ближе к лесополосам. Вот краевые обработки сделали диссекацию. Так диссекацию не делали. Подробнее по каждому процессу с приходом системы ФГИС Сатурн у многих сельхозтоваропроизводителей болит голова, что всё нужно отражать своевременно. И по Чечевице долгое время не было зарегистрированных гербицидов, которыми можно работать официально в открытую. Ну и сельхозтоваропроизводители уже набили опыт с серпом, с пилотом. Обалденный гербицид, но нельзя. Поэтому кто работает, работает по-тихому. На сегодняшний день, в 2023 году, зарегистрировали фирма «Август» гербицид, который разрешён по Чечевице. И частично головная боль снята. Единственное, он только по злакам. Двудольные сорняки он не берёт. По севу. Норма высева, я уже сказал, это 100 кг на гектар. Если говорить в миллионах, то Донская краснозёрная – это мелкосемянная чечевица. В миллионах от 2,5 до 3 миллионов. Честно, 95-100 сеем, на массу 1000 особо не обращаю внимания. Но хочу сказать, что, несмотря на относительно небольшую урожайность 2022 года, и причины, почему так получилось, был холодный май, а культура теплолюбивая. Она очень долго не вегетировала. Когда начало нарастание непосредственно плюсовых температур в июне, чечевица продолжила вегетацию, продолжила активный рост. Но тут нехватка влаги. У нас в июне, в Печнокопском районе, дожди пошли только в конце, в 28-х числах, когда уже поздно было. Поэтому из трёх завязей сформировалась только одна. И вот эта одна завязь дала 15 центров. По сравнению с тремя, годом ранее, в 19 центнерах в круг. И семена получились более выполненные. Если сравнить массу 1000 2021 года, это 28-29 грамм, то вот эта одна завязь дала семена массой от 36 до 38 грамм. По срокам сева. Ну, тут кто сеет горохи, сроки сева сопоставимы. Единственное, обратите внимание, чтобы в долгосрок температура не понижалась до минус 5 и ниже. Риски высоки. Поэтому лучше перестраховаться, посмотреть прогноз наперёд и чуть-чуть попозже посеять. Ну, на практике, чем раньше посеяли, тем больше урожайность получили. По удобрениям. Мы сеем, кстати, 2021 год вообще без удобрений. Ну, тут свои причины. Оциане стало, с финансами тяжеловато было. Поэтому выходило с того, что есть. Ну, и тем не менее, 19 центнеров. А в 2022 году мы уже сеяли, ну, конкретно с гиамофоской, ну, 50 килограмм на гектар. Азота много не надо. Она сама способна обеспечивать себя им. Поэтому фосфор, калий. Есть опыт микроподкормок, стимуляторов роста. Ну, я никого не буду рекламировать. Тут у каждого свои агроконсультанты подскажут. Плюс-минус все эти подкормки одинаковые. Прирост урожайности 1-2 центнера. Ну, на это можно рассчитывать. По протравке семян мы не травим. Не защищаем ни от вредителей, ни от болезней. Не травим стимуляторами роста. Ну, две причины. Вредителей и болезней пока нет. Вторая причина по поводу стимуляторов роста. С одной стороны, мы повысим схожесть. С другой стороны, в момент протравки мы травмируем семена. То на то и получится. Извиняюсь, вернусь по поводу села. Сеем обычными зерновыми селками. Да, здесь представлен поселной комплекс джундир. Ну, также обычная СЗ 5,4. Но единственное, если с СЗшкой, то нужно будет прикатать обязательно. У джундира есть прикатывающие колеса хорошие. Этого достаточно. Ну, между ряде от 12,5 до джундира, по-моему, 18,5. Химпрополка. Вот о том гербициде, о котором я говорил, с 23-го года его зарегистрировали. Ну, опять же, только по злакам. Другие гербициды есть? Озвучивать не могу. Лично поделюсь опытом, кому интересно. По миуре норма внесения от 0,4 до 0,8 литра на гектар. Извиняюсь, не до окончания окушения. Тут ошибся, потом коллеги поправили. В принципе, до начала окушения желательно сработать этой дозировкой. Если окушение началось, тогда норму увеличиваем. Артем, Александр, что у меня есть? Да, хорошо. Уборка. Уборка прямое комбинирование обычными зерновыми жатками. Если почву не выровняли, флекс жатки. Рынок сбыта. По рынку сбыта проблем никаких нет. За два года мы уже наработали клиентскую базу. Опять же, повторюсь, это восточные страны, дружественные страны. Поэтому тут никаких ограничений. Также есть оригинатор данного сорта. Это трио ПКФ «Маяк», который давно наладил поставки уже и готовой продукции. Они также занимаются закупкой чечевицы. Можно, если лень искать, пожалуйста, ПКФ «Маяк» всегда приобретут. Представил просто наглядно базу свою. Действительно, ей есть закупщики, кому интересно, чечевица. И я открыт, я всегда делюсь. По экономике. При урожайности от 2021 год 19 центнеров. И цена реализации была в среднем 49 рублей. Выручка с вектора 93,1 рубль в НДС. 2022 год, ну тут за счет урожайности преимущественно, 15 центнеров. Реализация 40, да, 40. И тут ценовые качели, они присутствовали. Причем в уборку цена была выше. Так же, как и с пшеницей. Ну, подождали. Сейчас стабилизируется. Выручка с гектара 60 рублей. Это в НДС. Затраты, глядя на технологию, на средства защиты и удобрения, вы самостоятельно можете посчитать свои, потому что у всех они разные. По нашим клиентам, с кем мы работали, ну, наверное, из крупненьких. Это ЗАО «СКВО», ЗАО «Антоновская», «Мельховская Агра». Дальше пошли, наверное, более мелкие сельхозтоваропроизводители. Естественно, здесь представлены не все, но это в качестве примера. Зона продаж семян, вот, чечевицы даже. Краснодар, Белгород, Волгоград, Крым. В ДНР сейчас купили. И у них рынок покупки сейчас немножко ограничен. Раньше они с Америки тянули многое. Сейчас вынуждены обращаться к нам. Помимо, быстренько скажу, семян чечевицы, на которые мы сейчас делаем акцент, в нашем хозяйстве есть семена пшеницы. В основном это краснодарская селекция. Да не в основном, а в этом году только краснодарская селекция. И старались подобрать самые востребованные, самые удачные сорта, которые хорошо себя показывают на наших полях. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо.